Картины, вышитые бисером, свечи и мыло ручной работы, женские украшения, обереги, мягкие игрушки и сувениры. Это далеко не полный перечень произведений ремесленников Берестейского края, которые сегодня в рамках открывшейся выставки может увидеть и приобрести себе любой желающий. В выставочном зале на Ленина 50 открыла свои двери трехдневная экспозиция творчества и красоты Общественного объединения Академия ремесел. Выставка такая проходит пока в Бресте впервые. Здесь представлены ремесленники, представили свои работы, ремесленники Бреста и Брестской области. Здесь и можно увидеть вышивку, и бисероплетение, и различные изделия из лент, из тканей, а также можно увидеть и свечи, ручную работу. Все, что вы здесь увидите, сделано нашими руками, согрето нашим теплом. Экспозиция, которая открылась сегодня в городе над Бугом, первый пробный проект общественного объединения, созданного для поддержки и развития ремесленного дела. Организаторы уверены, что такое начинание придется по вкусу и самим мастерам, и ценителям рукодельного искусства. А потому же сегодня идей и планов по их воплощению огромное множество. Тем более это важно, учитывая факт исчезновения многих видов ремесленного труда. Очень много профессий уходит. То есть на гайки делать не хочет никто, допустим, насколько я знаю, больше не делает никто. Найти художника, чтобы рисовать даже вот это, молодежь работать не хочет. Это надо и резать кожу, и плести, и заниматься. У меня три лошади, сейчас будет скоро четвертый же ребенок. Купить упряжь шорных мастеров нет, бондарей нет. И вот это не то, что надо, это обязаны поднимать. На выставке представлены работы как уже опытных, так и начинающих ремесленников. У каждого из них своя дорога, которая привела к творчеству. Но все они сходятся во мнении, что вещь, сделанная своими руками, это произведение человеческой души. Именно поэтому ручная работа имеет такую популярность и ценится во всем мире. Руки творят то, что чувствует душа, что чувствует сердце. И вот какая-то, когда оттуда что-то выливается, из души я имею в виду, тогда оно идет в руки, а руки уже создают вот эту красоту. Я думаю, если это от души, то оно обязательно найдет отзывы, это творчество в душах других людей. Несмотря на опасения и волнения и мастеров, и организаторов, выставку уже сегодня можно смело назвать успешной и оправдавшей ожидания. Посетители интересовали не только сами произведения ремесленного искусства, но и истории их возникновения, а также возможность научиться создавать подобные шедевры самостоятельно. И такое желание, вероятно, самый важный отзыв и самая главная положительная оценка труда. Сегодня с такой радостью пришла на открытие этой выставки. И я думаю, что это надо повторять не то что ежегодно, может быть даже раз в квартал. Может быть, постоянную экспозицию сделать для работ ремесленников. Вы посмотрите, какое разнообразное искусство, сколько творчества, сколько фантазии. Это вы знаете, а сколько подаришь. Это любовь к жизни, любовь к людям, свое произведение, сделанное руками. Ничего нет лучше. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.